Добрый вечер! Начинаем 61-й урок по счёту по книге «Шмот». Этот урок посвящён завершению недельного раздела Торы Мишпатим. У нас 23-я глава, 20-й стих. Читаем. Вот я посылаю перед тобой ангела, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. То есть связь с предыдущим заканчивается изложение заповедей, полученных на Синае, в том числе и Мишпатим, то есть законов, которые нормализуют отношения имущественные между людьми, гражданское право и другие. И теперь уже в тот момент, когда эти законы более-менее сложены, следующий шаг, что дальше? Дальше с этими законами идём в Росисраиль, для того, чтобы там уже в своей стране построить жизнь по этим законам. Вот к этому сейчас Тора и приходит. Говорит Всевышний, вот я посылаю перед тобой ангела, чтобы хранить тебя в пути. Идём в пути, идём завоёвывать Росисраиль, с нами пойдёт ангел, который будет хранить в пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. Страну из Раиля. Остерегайся его и слушайся его, и не прикословь ему, поскольку он не простит ваши проступки, ведь в нём моё имя. Это как понимать? Ну, понятно. Если с вами посылают ангела, то надо быть осторожным, слушаться его надо. А аргументируется как? Поскольку он не простит ваши поступки. Наши объясняет, он не умеет прощать, потому что сам относится тем, кто не грешит. Ангел не в состоянии понять, что означает человек, который не точно выполняет то, что от него требуют, который не в состоянии или нет у него достаточно воли сильной для того, чтобы выполнить точно то, что он выполняет. Он потом пожалеет, он потом раскается. Таков человек, ангел на понимание такое не способен. Он весь… Что такое ангел? Кто такой ангел? Это и есть посланничество, это шлихут, это миссия. Он и миссия, они не раздельны. И поэтому понять и снизойти до понимания людей, которые не могут или не хотят по слабости воли выполнить то, что от них требуется, он не может. Поэтому он будет наказывать беспощадно. Кроме того, он только посланница и не делает ничего, что не относилось бы к его миссии. А если его миссия выполнить так-то, так-то, то любой, кто не помогает или мешает исполнению этой миссии… Если же будешь слушаться его и сделаешь все, что я говорю, то я буду врагом твоим врагам и стану теснить твоих притеснителей. Когда пойдет мой ангел перед тобой и поведет тебя к Емореям, Хетам, Перезеям, Кноанеям, Хевицам и Евусеям, то я истреблю их. Это те самые семь народов, которые населяли Эрцисраэль, Кнонийские народы, которые необходимо будет из этой страны выбить. «То не поклоняйся их богам и не служи им, и не подражай их делам, но разрушь их и сокруши их обелиски. И служите вашему Богу, и он благословит твой хлеб и воду, и устраню я болезни с твоей среды». С одной стороны, Всевышний обещает, что он поможет изгнать эти эморейские народы, а с другой стороны, тут же предупреждает, что вы смотрите, чтобы вы не поклонялись их богам. На первый взгляд, кажется, довольно странно, ведь если еврейский народ выгонит те народы, которые населяют Эрцисраэль, то есть он их победит, а если он победит их, то почему вдруг можно опасаться, что он, победив их, начнет поклоняться их богам? Казалось бы, даже на уровне языческого мышления, ежели их боги не спасли свои народы от изгнания, от поражения, от изгнания, то почему тогда нужно с этими богами иметь какое-то дело? Ответ лежит в двух плоскостях. Во-первых, из истории мы знаем, что в действительности очень часто завоеватель, покоривший какую-нибудь страну и ее народ, в конечном итоге, в плане культурном, оказывался не покорителем, а покоренным. Завоевав военной силой страну и покорив ее народ, он начинал воспринимать культуру этого народа. Такая вещь возможна. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, это выглядит парадоксально. Если мы победили, мы сильнее, то тогда мы, наверное, должны презирать тех, кого мы победили, и их культура, и все, что с ней связано. Не так-то все просто. На самом деле, часто оказывается по-другому. Человек, то, что он видит вокруг себя, то, что он наблюдает, это оказывает на него влияние, даже если то, что он видит, он видит это как что-то отрицательное или как что-то слабое, все равно. Это в состоянии оказать на него влияние. В особенности это опасение становится понятным, если мы вспомним, что речь идет не о наших с вами современниках, а у людей, которые жили больше трех с половиной тысяч лет тому назад. И тогдашнее понимание в жизни было такое, что у каждой земли, у каждой страны есть свои боги-покровители. Они, от них, то есть это были в основном олицетворения сил природы, но и другого характера боги. От них зависит удача и процветание народа в этой самой земле, в этой самой стране. Если с ними сговориться, если с ними сумеем сработаться, задобрить их, тогда мы на этой земле преуспеем. Если нет, нас здесь ждут многочисленные разочарования и беды. Поэтому Тора здесь предупреждает. Не поклоняйся им. Я истреблю их, а ты не поклоняйся их богам и не служи им, и не подражай их делам. Не подражай тому, что ты увидишь среди людей, которых ты победишь. Но разруши, сокруши их обелиски. И служите вашему Богу, и Он благословит твой хлеб и воду, и устраню я болезнь из твоей среды. То есть ты боишься, что у тебя куска хлеба не будет, если ты не будешь с местными божествами в мире. Противышний это я обеспечу. И я устраню болезнь из твоей среды. И не будет хранящих детей и бесплодные в твоей среде, и я дам тебе сполна прожить отведенный тебе срок жизни. Свой ужас я пошлю перед тобой и приведу в смятение каждый народ, к которому ты направишься, и обращу всех твоих врагов к тебе затылком. Арамбан, объясняя вот эти самые стихи, пишет так. Эти строки Торы связаны с тем, что большинство идолопоклонников знает и признает, что Всевышний Он Бог богов и владыка влады. То есть в нескольких местах и в книгах пророков, и в источниках Устной Торы, в Талмуде-Медрашах, мы можем обнаружить вот эту мысль о том, что и древние язычники, и древние поклонники, которые поклонялись Солнцу, Луне, звездам, богам моря, богам коммерции, и богам, целому-целому сонму богов. При всем при том, в их сознании все-таки присутствовало, что есть тот, кто стоит над ними. То есть эти языческие боги не воспринимались как самодостаточные существа, они только были некоторым звеном в иерархии. А где-то там, 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 на самом-самом верху, на самом верху пирамиды бог богов, владыка владыка, он есть. Ну, а если он есть, тогда почему приносить жертву богу Солнца? Тогда почему служить богу дождя? Тогда почему поклоняться богу ветра? Да потому что языческое сознание работало следующим образом. Считалось, что бог богов, владыка владыка, он далеко и высоко. Ну, как человек видел в своей жизни? Если у него есть какая-то серьезная проблема в жизни, которую могут решить власть имущие, ну, к кому ему обращаться? К царю? Царь далеко, царь далеко и высоко. Не то, что к нему, да к нему и на прием-то попасть не дадут. Да и даже просьбу, если прислать ему в письменном виде, ну, так похоронят ее в каком-то там секретариате, и никогда она до царя не дойдет. Бесполезно. Он слишком далеко, слишком высоко. Стало быть, если у меня есть какая-то проблема, я должен найти то звено в управлении, которое ближе ко мне, которое ближе к этой ситуации. В чем у меня проблема? Я хочу получить, предположим, скидку по доходам налоги. То есть, нужно говорить с кем-то там в налоговом управлении, постараться как-то с ним договориться, его подмазать, взятку дать, еще как-нибудь в налоговом управлении, а не самому царю. Также язычник воспринимал и отношения, как жанусы, мальхута дара, кия, кен, мальхута дара. Ведь принципы управления, они все же везде, по идее, одинаковые. Стало быть, если так управляется государство, на таких же основах построено и управление всеми мирами вообще. То есть, до бога создателя, до владыки влады, далеко до него, далеко и высоко. Вряд ли он вообще влезает в эти дела. Вряд ли его интересуют, какие мои конкретные проблемы, то, что у меня не хватает того-то и того-то. А есть же эти самые передаточные, вот эти вот звенья, вот силы природы и солнца, и дождь, конечно, и ветер, и много чего всякого прочего. Вот им и следует служить, их и следует увлажать, их следует подмазывать, им нужно давать взятки, только не взятки, а жертвы. Так это приблизительно работает. Соответственно, получается, что человек, в общем-то, для того, чтобы служить этим самым языческим божествам, он не должен доходить до, обязательно, до отрицания Бога. Не нужно ему быть. Он может верить в Бога. А вместе с тем служить, плюс к тому еще, служить конкретным силам природы. И они, эти люди, служат идолам только потому, что считают, что это принесет им удачу. Просто по конкретным материальным соображениям. Например, они поклоняются Солнцу, полагая, что от него зависит урожай. Или служат Луне, полагая, что она властвует над морями и глубинами океана. Кто-нибудь из них будет думать, что Солнце создало мир? Да не создало мир, Солнце – часть этого мира. А уж тем более Луна не создала мира, она тоже часть этого мира. Им поклоняются не как творцам мира, не как творцам природы. Им поклоняются как силам, которые конкретно влияют, воздействуют на нашу жизнь. И также в отношении всего остального небесного воинства. А это уже астрологи объяснят, как все небесное воинство на нас влияет и воздействует. И уж тем более они рассчитывают удостоиться блага за свое служение ангелам. А если еще подняться на ступеньку выше, служить уже не всяким силам природы, а служить уже ангелам, силам, атрибутам, которые являются важными служителями Бога. Скорее всего, не только что нас никто за это не накажет, но и наоборот, Бог еще нас и похвалит. Опять же, как в царстве. Если я уважаю губернатора, то это не значит, что я тем самым принижаю царя. Наоборот. Ведь губернатора кто назначил? Царь, стало быть, уважая губернатора, я отдаю долю уважения, и царю тоже. Ничего здесь плохого нет. Поэтому в Бога я верю, это само собой. А ангелам молиться буду. Что мне скажут и сделают? Если нужно им жертву, жертву им не надо, молиться им будем. Поэт, потому-то, продолжая дальше Рамбан, в данной строке Тора и сказано, что успех и защиту произнесет им только служение Богу. Вот с вами. Поэтому запомните. Вы идете в новую страну, не думайте, что для того, чтобы у вас там был урожай, для того, чтобы у вас там была безопасность, для того, чтобы у вас был мир с окружающими народами, вам нужно будет служить каким-то ангелам или силам природы. Все зависит только одно. Будете служить Богу, будет то, что нужно. Не будете. Ничего не поможет. А отказ от других божеств не только не повредит им, нечего бояться этого, наоборот. Он только добавит вам добра и блага, так как Бог благословит твой хлеб. И это подразумевает хлеб, а масла не будет. Что значит, если Богу служить, будем сидеть на хлебе с водой, как там сказано, Бог благословит твой хлеб и твою воду. Это довольно как-то скучно звучит. А вот, может быть, если, например, поклоняться Венере или там Аштарте с Балем, там, может быть, и можно не только на хлеб, а на хлеб с маслом тоже, и кусок сыра тоже можно сработать. Нет, говорит Рамбар. Безусловно, то, что имеется здесь в виду слово хлеб, это слово собирательное. Оно означает любые хлеб, как говорит Алхае, это король всех видов пищи. То есть хлеб имеется в виду все виды пищи. Это подразумевает все съестное. А свою воду имеется в виду все питье, все напитки. И благодаря этому благословению все продукты, умножится благословению Бога, и всего будет в изобилии. И сказано, я устраню болезни с твоей среды. А это как связано? Это непосредственное продолжение того, что сказано раньше. То есть все продукты и напитки будут доброкачественными и здоровыми. Рамбан, который зарабатывал на жизнь медициной, он подчеркивает это во многих местах раз за разом, что по его профессиональному убеждению источник почти всех болезней – это питание, то, что мы пьем и то, что мы едим. Если наши продукты недоброкачественные, в конечном итоге мы рано или поздно будем болеть. Если у нас хорошо поставленное здоровое питание и питье, то тогда будем мы здоровы. И поэтому то, что если Всевышний благословит твой хлеб и твою воду, то и результаты этого не просто означают, что это будет его много и будет здесь насыщение. Нет, имеется в виду, что это будет хорошая еда и хорошее питье, от которого еще и не заболеешь. То есть продукты и напитки будут доброкачественными, здоровыми, и они не станут прождать болезни, но будут, наоборот, способствовать исцелению. Я уже упоминал, говорит Рамбан, во многих местах, что все это скрытые чудеса, то есть все эти обещания, это никоим образом не работа законов природы. По законам природы нет никакой связи между тем, служит человек Богу или не служит, и между тем, будет у него урожай или не будет. Это чудо. Но чудо неявное, не такие, как чудеса исхода из Египта, а чудо скрытое, которое всегда работает в рамках под покровом, под сенью законов природы. Это скрытые чудеса, которые совершает Творец на небе и на земле для выполняющих его волю. И так же, как для них совершаются благие знамения, то наоборот, на их врагов обрушиваются беды. Закончим этот отрывок. Не изгоню я их от Тебя за один год, а не то земля опустеет и расплодятся и расплодятся на Тебя полевые звери. То есть, с одной стороны, в самом начале отрывка Всевышний обещает, я изгоню, я буду теснить Твоих притеснителей, и когда пойдет мой ангел перед Тобой, он приведет Тебя к Емуреям, Хетам, Презеям, Кранеям, Хевицам и Евусеям, я истреблю их. И тут же есть оговорка, но только это будет не сразу. Не будет блиц-крик, в результате которого они все сразу убегут, улетучатся или еще что-то, или уничтожатся. Почему не сразу? Чтобы земля не опустела, но не изгоню я их от Тебя за один год, а не то земля опустеет. Если земля опустеет, то будет плохо расплодятся на Тебя полевые звери. Поэтому, чтобы земля сохраняла свою культуру, я буду прогонять их от Тебя постепенно, понемножку, пока ты не расплодишься и не обладеешь этой страной. И установлю Твои пределы от Ямсуф, то есть, от Красного моря до моря Плештим. моря Плештим – это Средиземное море, и от пустыни до реки. То есть, от Синайской пустыни и до реки, скорее всего, имеется здесь в виду река Ифрат. А жители этой страны передам в ваши руки, и ты прогонишь их от себя. Не заключай союз с ними, ни с их богами. То есть, в этой ситуации, в которой с одной стороны народы, населявшие Эрд-Исраэль, не побегут сразу и не очистят помещение. Хотя можно было бы ожидать, что если Всевышний уже обещает, что я посылаю с тобой ангела, и я буду притеснять твоих притеснителей, я уже этим займусь, ну, тогда достаточно было бы, чтобы он только бы на них взглянул, и они тут же все в ужасе убегутся. И тогда, может быть, проблем не будет, будут другие проблемы. Поэтому так не произойдет. Но поскольку они будут уходить постепенно очищать территорию, то создаться другая проблема. Мы, как завоеватели, войдем в эту страну, а рядом будут еще коренные жители. Соседи у нас появятся. Надо с ними, очевидно, какие-то, пока они здесь, надо с ними какие-то соседские отношения. Как соседские отношения. Заключается договор. Договоры в древности скреплялись прежде всего клятвами богам, и договоры рассматривались не только как договор с народом, а это договор у каждого народа по восприятию древнего язычника. У каждой страны есть свой бог-покровитель, и у каждого народа есть свой бог-покровитель. Иногда они то же самое, иногда это не то же самое. Так или иначе, если я заключаю союз с каким-то народом, получается, что я заключаю союз, его божеством, и были церемонии, которые это подтверждали при заключении союзов. Так вот, они останутся здесь, я их здесь оставляю, но не заключай с ними союз, и ни с ними, ни с их богами. Пусть они живут в твоей стране, пусть они не живут в твоей стране, чтобы не ввели тебя в грех против меня. То есть, в том виде, в котором они язычники, они в этой стране жить не могут, не заключая с ними союз. Но они же пока живут рядом, как соседи. Да, пока живут, живут, пока они уйдут. Но если ты заключаешь с ними союз, что означает союз? Значит, мы теперь друзья, значит, мы сохраняем дружеские отношения на будущее. Нет, вот этого не может быть. Программа конечная в том, чтобы они ушли. Их здесь не должно оказаться, пока они язычники. Почему? Чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Если ты будешь служить им богам, то это станет для тебя западней. Вот в чём дело. Не потому, что нам нужно место под солнцем, а они здесь мешают, потому что они заняли здесь огородников, в котором я хочу помидоры выращивать. Дело не в этом. Дело в том, что, будучи язычниками и обладая своей достаточно привлекательной культурой, они будут привлекать и нас тоже. Вот этого надо избегать. Поэтому, если они не уйдут сразу, а Тора пишет, что они не уйдут сразу, они останутся, то сосуществуем, да, но никаких, никаких, не заключать никаких договоров, никаких союзов и не служить их богам. То есть, то, что мы видим в конечном итоге в этом отрывке, подчеркивается здесь еще и еще раз центральная мысль. Первое. Вы должны получить свою землю. Да. Вы ее получите прямо от Всевышнего. Не своей силой, не своей воинской доблестью, и не своим мудрым руководством вы ее завоюете, а с высшей она пришла. Коль она приходит выше, то единственным условием процветания на этой земле может быть только подчинение тому, кто эту землю дал, и полное подчинение его законам, без откладения в какой бы то ни было сторону. а все контакты с бывшими жителями страны, с одной стороны, они неизбежны, но с другой, они должны быть построены так, чтобы никакого влияния на нас с их стороны никоим образом не было, потому что их образ жизни, их восприятие, их мировоззрение, они диаметрально противоположны всему тому, что Тур от нас хочет. Поэтому, если и возможны какие-то соседские контакты, торговля, еще что-то, подобного рода вещи, только при условии, что они не будут на нас влиять. Как это возможно? Одно из двух. Либо они отказываются от язычества, и тогда, тогда можно позволить им жить в этой земле, в этой стране. Если они не отказываются от язычества, если оно им дороже, то тогда нужно, конечно, не только сделать так, чтобы их здесь не было, и постараться выживать их всеми способами, и уж тем более ни в коем случае незаключательными договоров, которые дадут им права на пребывание в дальнейшем в этой земле, будучи язычниками. Если они отказываются от язычества, если они хотят стать частью общины Бога, тогда, пожалуйста, и тогда, как это было сказано в предыдущих главах, тогда такой человек, принявший на себя обязанность отказаться от Абудазара, присоединиться к еврейскому народу, тогда он получает правные права. Как пришелец, так и коренной житель, как он, так и все остальные, но при одном условии, полный отказ от язычества. Если это условие не исполняется, тогда нужно стараться сделать все, чтобы этих людей здесь не было. Мы переходим к 24 главе. И он сказал Муше, то есть Всевышний говорит Муше, зайдите к Богу, ты, Аарон, Надав, и Авию, и семьдесят старейшины Израиля, и поклонитесь издали. Но Муше пусть войдет к Богу один, а они не подходят. И народ пусть не восходит к ним. И пришел Муше и пересказал народу все слова Богу и все законы. И весь народ в один голос отвечал так, все, что говорил, Бог исполнен. И Муше записал все слова Бога и встал рано утром и воздвиг под горой жертвенник и двенадцать памятных столбов по числу двенадцати колен Израиля и послал юноши и сынов Израиля и вознесли они все сожжения и принесли Богу мирные жертвы, телят. А Муше взял половину крови и налил в чаши, а половиной крови окропил жертвенник. И он взял книгу Завета, книгу Союза и прочел вслух народу. И они сказали, все, что сказал Бог, сделаем и выслушаем. Те самые известные слова, знаменитые наасе внишма. Коля шер дебер ашем наасе внишма. Все, что сказал Бог, все это мы сделаем и выслушаем. И взял Муше кровь и бросил на народ и сказал, вот кровь Союза, которую заключил с вами Бог обо всех этих словах. И взошли Муше Арон и Надав и Авию и семьдесят старейшин Израиля и видели они Бога Израиля под ногами его нечто подобное и кирпичу и сапфира чистое как само небо и на знатных сынов Израиля он не простел свою руку и видели они Бога и Пенеет. Как понять этот отрывок? Здесь очень много непонятного. Прежде всего первый вопрос когда происходят эти события? Если посмотреть изложение до сих пор то Тора рассказывает как еврейский народ пришел к горе Синай затем следует описание Синайского откровения десять речений затем предупреждение ни в коем случае не служить идолам еще раз затем большая большая длинная глава Мишпатин о законах гражданского права и вот теперь после всего этого и сказал Бог Мушеф зайдите к Богу ты Арон Надав и вы у семь десятилетий Израиль и поклонитесь издали а для чего восходить но Мушеф пойдет к Богу один они пусть не подходят и народ пусть не восходит к ним это когда было это уже после Синайского откровения после десяти лечений после того как полчили скрыжали о чем здесь речь идет и еще и весь народ в один голос отвечал так все что говорил Бог исполним и Мушеф записал все слова Бога и встал рано утром куда записал и встал рано утром и воздвиг под горой жертвенник двенадцать мацево двенадцать памятных столбов и послал юноши и сынов Израиля вознесли они всесожжение и принесли Богу жертвы мирные а Мушеф взял и взял книгу завета это что за книга завета что это такое это хумаш это Тора она уже дана или еще не дана как это понять что за книга завета и прочел слух народу и они сказали все что сказал Бог сделай и мы выслушаем стоп 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 нас всегда учили любой человек который хоть немного познакомился с Торой и слышал что вот эти самые слова все что Ашем сказал мы сделаем и выслушаем евреи сказали до получения Тора так говорит Мара что это здесь было проявление очень нетривиального качества еврейского народа то что готовы были принять на себя обязательства все что Всевышний от них потребует в дальнейшем все это сделаем не зная еще что потребуется все что Бог сказал имеется ввиду скажет мы сделаем и выслушаем то есть мы еще не выслушали мы еще точно не знаем что это потребуется но мы уже сейчас даем обещание сделать и это всегда объясняется нам как величайшая заслуга еврейского народа в том поколении но из того что мы читаем здесь сейчас где написан этот посуг он не написан до главы и тро он не написан до получения того он написан после получения того а почему тогда нас учили всегда что это сказали до того вот это где написано написал им все законы взял книгу завета прочел слух народу народ сказал ну вот закон все что Бог сделаем мы сделаем правда очень понятно почему сказано еще выслушаем уж только что выслушали теперь нужно только пообещать что сделаем В любом случае, вроде это сказано после того, как получили то. Но уж конец этого отрывка он совсем не понятен, что означает это поведение, которое было. Раши поэтому объясняет, пишет он так. В самом начале, то, что Аон сказал Мушеф, зайдите к Богу, ты, Арон, Адавы, Авиуи, 70 старейшин, этот отрывок был произнесен еще до дарования десяти лечений. Когда Всевышний это сказал, зайдите ко мне, это было четвертого сивана. То есть, еще за два дня до получения этого. Все было до того. Спрашивая задача, это же написано после того. Почему же ты утверждаешь, что это было до того? Почему? Почему мне понятно. У Раши есть проблема с Насаево-Нишма, сделаем и выслушаем. Но каким образом можно утверждать, что то, что написано после дарования Торы на Синае, было до того? Говорит, Раши, это не так сложно. Есть у нас правила, которые говорят мудрецы. Внимательный анализ глав Торы показывает, и можно это действительно доказать. В книге Бамидбар тому есть очень яркий пример, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке. То, что называется «Эйн-мугдам-умеухар-бе-тура». То есть, события излагаются не в хронологическом порядке, а связь их сущностная. Поэтому иногда, когда есть необходимость связать два события, определенное событие может быть вырвано из своего исторического контекста и перенесено либо в прошлое, либо в будущее. О нем будет рассказано раньше времени или позже, чем оно произошло. То есть, связь совсем другая. То же самое говорит Раши здесь. Да, но тогда, казалось бы, вопросы, которые мы задали, становятся еще более сложными. Мы задали вопрос о том, что написано в 3-м и 4-м стихе. «И пришел Муши и пересказал народу все слова Бога и все законы». Какие законы? Если все происходило так, как и написано, и вот этот отрывок, описанные в нем события происходили после дарования Туры, тогда понятно, все законы какие, которые на Синае получили. Но если, как утверждает Раши, этот отрывок описывает события, которые были до дарования Туры, то какие тогда еще законы? Какие еще, слава Богу, и законы? И весь народ в один голос отвечал так, все, что говорил Господь, исполним, говорил уже, все, что говорил, а что он говорил, вроде как еще не говорил, будет говорить только. Все это было до дарования Туры. И Муши записал все слова Бога и встал рано утром. Какие, слава Богу, он записал? Речь идет до получения Туры. И дальше. А Муши взял книгу Завета и прочел ее вслух народу. Что он читал? Какая книга Завета? О чем идет речь? Не было еще синаистского откровения. Говорит Раши, отвечая на все наши вопросы, и все законы – это семь заповедей, данных сынам Ноаха. Законы не начинаются на Синае. А что, до Синае народ жил вообще без законов? Конечно, нет. Жил по законам, которые обязан соблюдать любой человек. Шева, Митсвот, Бней, Ноах. Семь заповедей сынов Ноаха. Мало этого, были еще дополнительные законы. Была некоторая первая попытка дать особые еврейские законы, еще до Синаистского откровения. Это произошло в месте, называемом Мара. Как там Тора сама говорит, что там дал ему закон. Там дал еврейскому народу закон. Какие, мудрецы наши говорят, устная традиция доносит, какие именно законы это были. Это была заповедь субботы, раз. Второе. Кибудаваэм, то есть, почитание родителей, отца и матери. Парадума, заповедь рыжей коровы. И также Деним, то есть, законы гражданского права. Все это было дано еще в Мара. Вот это те самые законы. Итак, что, какие законы Моше сейчас озвучил еврейскому народу. Напомнил им семь митцвот в ней Ноах, семь заповедей сынов Ноаха. Напомнил им полученные совсем недавно законы субботы, почитание родителей, рыжей коровы и Деним. Гражданское право. И то, что дальше написано, записал. И Моше записал. Что он записал? Он начинает записывать Тору. От ее самого первого слова, берешит, до описания дарования Тора. То есть, весь, то, что написано здесь, что Моше записал, он записал здесь весь хумаш берешит. И значительную часть хумаша шмот до прихода, до того, как до прожат Титро, до раздела Титро, до прихода к Горесиной. Это и есть книга завета. Как получается Пураши? Что означает тогда все законы? Тор подчеркивает. И пришел Моше и пересказал народу все, слава Богу, и все законы. То есть, не так мы могли бы подумать только часть, а все. Ну, что означает все? Наверное, так. Есть здесь две группы законов. Одни законы, которые еще были испокон веков, 7 митцвот бнейнох, и еще новые законы, те, которые добавились в море. Все законы имеются в виду и те, и другие. Чтобы не подумали, что была дана здесь только как часть законов. Нет, все законы и те, и другие. Так объяснял Рашин. Рамбан будет спорить с Рашин. И еще даже до того, как я открыл Рамбана, я уже знал, что он будет с ним спорить. Почему? Не потому что Рамбан всегда спорит. Нет. У Рамбана есть принципиальный подход. Вот именно к тому правилу мудрецов. Эйн мукдаму мухарба тура. То есть, что то, что говорят наши мудрецы, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке, Рамбан говорит, что это правило ограниченного действия. А именно, только там, где существует серьезная нестыковка, только там, где просто никак нельзя иначе объяснить текст в Торе, потому что в нем есть противоречия, только тогда мы говорим, ну, скорее всего, то, что здесь произошло, то, что Торрес записывает сначала, те события, которые произошли только потом или наоборот. Но если необходимости такой нет, если можно гладко объяснить текст просто, то есть, связь событий хронологическая, то тогда нет никакого резона и никакого оправдания тому, чтобы утверждать, что события здесь описаны и после того были на самом деле до того. То же самое здесь. Скорее всего, Рамбан даст свое объяснение всему этому отрывку, как можно объяснить вещи в хронологическом порядке, то есть, если они записаны после дарования Торы, то и произошли они тоже после дарования Торы. Как? Пишет Рамбан так. Несмотря на то, что этот отрывок расположен после рассказа о даровании Торы, описанные в нем события произошли еще до десяти лечений четвертого Сивана, таково мнение Раши. Но этот его комментарий не соответствует прямому смыслу структуры. Не только что нет необходимости объяснять, так как Раши, а на самом деле есть очень серьезные препятствия, которые мешают этому объяснению. Во-первых, ведь сказано, и пришел Муше, и пересказал народу слава Бога. И все законы. Раши знает, что это проблематичный довольно стих, и все законы. Поэтому он объяснил, и все законы имеются в виду, законы, которые Шевы Митцвадной Нуах, Семь заповедей сынов Нуаха, и те законы, которые в море получили. Но простое значение, что значит все законы, то есть уже изложенные выше законы, куда проще объяснить, что имеется в виду, те законы, которые получили на Синае. И если мы объясняем, что этот отрывок написан в хронологическом порядке, то есть сказанные здесь слова относятся к периоду времени после дарования Туры, тогда совершенно естественно не нужно тогда лезть из кожи вон, для того, чтобы объяснить, что означают все законы, все законы, которые получили на Синае. Те законы, которые сказаны, вот законы, которые здесь ниши, С этого начинается на недельный раздел Мишпатин. Вот законы, которые ты предложишь им, разъяснишь им и так далее. Вот эти все законы, там их много. И трудно было бы объяснять с большим трудом, то есть, это натянутое объяснение, говорит Ромбан, то, которое приводит Раши, что здесь имеется в виду, будто Мушей пересказал народу заповеди сынов Ноаха и законы, данные ему в море. Ведь они уже их слышали и знали. Зачем их пересказывать-то им? Сказал им, прочитал им, записал в книгу. Да известные-то законы уже, по ним живем давно. Зачем их нужно сейчас? Вот те, что полученные сейчас на Синае, понятно. Мушей спускается с горы Синай, полученные законы, он им сейчас озвучивает, они их слышат в первый раз. После того, как их слышит, он их записывает, тоже понятно. А по Раши, какая необходимость их сейчас озвучивает, зачем о них говорить? Да вообще это уже скоро будет пройденный период, пройденный этап. Ведь собираемся-то получать другие законы, законы тоже собираемся получать, а это всё прошлое. Но выражение «и пересказал народу все слова Бога» относятся, конечно, к тем словам, которые были произнесены непосредственно перед этим. Что пересказывать? То, что только что было сказано. Не то, что было сказано на Престворении мира – семь заповедей сынов Ноха существует столько же, сколько мир существует. Ещё первому человеку Адаму Ришону они были даны. Так что их нужно сейчас пересказать? Рамбану это непонятно. Поэтому, говорит Рамбан, попытка сказать, что имеется здесь в виду законы, полученные раньше до того, семь заповедей сынов Ноха и законы, полученные в Море – это очень натянутые объяснения. И было приятно видеть, что Раби Авраам Ибнезра в своём комментарии уже замечательно объяснил, что события изложены по порядку, и написал – вот до этих слов это и есть книга Завета. Ибнезра тоже присоединяется к мнению Рамбана, что всё изложено в хронологическом порядке. Стало быть, что такое книга Завета? Книга Завета, она включает в себя до сих пор что означает? Что это и есть запись закона Второй, которую получили на Синай – это и есть Сефер Абрит. Почему называется Сефер Абрит – книга Завета, книга Союза? Потому что на основе этих заповедей был заключён Синайский союз, союз, который заключил Всевышний с еврейским народом. Переговоры об этом союзе шли до дарования десяти лечений, а уже само дарование заповедей и всё Синайское откровение – оно и есть факт заключения этого самого союза. Стало быть, заповеди, на основе которых он был заключён, – они и есть содержание книги Завета, Сефер Абрит, которую Муше всё записывает и которую читает вслух народу. И действительно, все фрагменты расположены в соответствии с подледовательностью событий. Нечего здесь менять. Как всё было? Сразу же после дарования Туры, то есть, что имеется в виду после дарования Туры? После декалога, после десяти лечений. В тот же самый день Всевышний повелел Муше, так скажи, сынам Израиля, вы видели, что я с небес говорил с вами, есть предупреждение по поводу язычества. А затем Всевышний произнёс следующее. Подходим к следующему разделу. Мишпатим. Вот законы, которые ты предложишь, разъяснишь им, и начинаются законы гражданского права, изложенные в главе Мишпатим. И сообщил им все последующие заповеди, завершив запретом, который чем заканчивается, глава Мишпатим, теми самыми запретами, которые мы только-только что прочитали, а именно предупреждение, чтобы ни в коем случае не служить языческим божествам, которым служат народы земли, куда мы придём, не заключая союза с ними, и пусть они не живут в своей стране, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. И после этого, когда все уже законы изложены, после этого вот как раз то самое место, которое у нас сейчас Всевышний говорит – взойди. И тогда сказал Муше, после того, как передашь все эти заповеди, тогда зайди к Богу, ты, Арон, Нада, Вавилу, всеми старейшими. И в этом отрывке упоминается, что Муше поступил, вот то, что мы сейчас прочитали, 24-я глава, здесь объясняется, что Муше так и поступил. Сначала он, как ему было заповедано, ему было сказано – так скажи народу Израиля. Он и пришёл в Стан и пересказал народу все законы. Все законы, которые Всевышний ему сказал – всё, что ты слышал на Синае, иди и перескажи народу. Чтобы все-все-все это выслушали. Турак говорит, что он пришёл и пришёл Муше, и пересказал народу все слова Бога, все законы. И народ услышал, сказал – хорошо, всё, что сказал Бог – исполнил. Неясно. Вторая фраза более ясна, Параши – всё, что сказал Бог, мы исполним и выслушаем. Параши получается так – всё, что сказал Бог, мы исполним. То есть, предыдущие законы, семь законов сынов Ноаха и те, которые мы получили в море, то мы их исполним. А новые, которые ещё будут впереди, которые будут там высказаны, мы их выслушаем. Так это получилось Параши, который объясняет, что весь этот отрывок, события, описанные в этом отрывке, произошли до дарования Туры, по Рамбану. Всё это происходит после. То есть, тогда слова «всё, что сказал Бог, мы сделаем и выслушаем» относятся к законам, полученным на Синае. Вопрос – а зачем тогда нужно было прибавлять и выслушаем? А это что прибавляет? Параши – ясно. Выслушаем новые заповеди. Парамбану выслушаем – так заповеди уже даны. Пока оставим это в сторонке. «И тогда написал Муше все слова Бога. В тот день он записал в свиток всё, что ему было заповедано – уставы, законы, наставления». Здесь Рамбан касается известного очень спора в Тракстате Бабабатра, каким образом была записана Тора. Есть там два мнения. Это спор об Йохану и Шлакеша. Мнение первое – Тора Мегилот Мегилот Нетна, т.е. как только каждую новую заповедь, как только она была получена, Муше её сначала озвучивал устно народу, а потом записывал. И так у него были отдельные маленькие свитки с отдельными отрывками Торы. А в конце, в конце, в конце, в конце уже своей жизни перед тем, как покинуть этот мир, Муше их все собрал вместе. Сшил их или ещё. Так и у нас получила Сефер Тора. Мнение второе, которое там высказано – Тора Хатума Нетна. Тора была записана сразу одним махом, т.е. до последнего сорокового года пребывания в пустыне всё, что было высказано, училось только исключительно устно. Может быть, можно было записывать себе памятные записки, но как Сефер Тора, как Свиток Тора это не было записано. Был записан этот Свиток Торы только в последний год. Тогда, по первому мнению, то, что пишет здесь Рамбан что Муше записал все слова до сих пор, включая раздел Мишпатим, что он записал в книгу «и это Сефер Абрит», тогда они понимают всё просто, т.е. поскольку Тора так она и записывается по кускам, то это был первый большой массив, который был записан, а в дальнейшем ещё на протяжении 38 лет пребывания в пустыне были записаны ещё дополнительные куски. По второму мнению, записал, имеется в виду, записал не как Сефер Тора, не как Свиток Торы, а записал как книгу для чтения и изучения. «А на завтра он встал рано утром, чтобы заключить союз между народом и Богом на основе всех этих законов и построил жертвенник под горою. А затем первенцы из сынов Израиля принесли телят в жертву Богу, и после этого Мушев взял книгу Союза, написанную накануне, и прочитал вслух народу. И сынов Израиля приняли решение вступить в этот самый союз. И сказали они, всё, что говорил Бог, сделаем и выслушаем». А зачем выслушаем? Сделаем. Точка. Т.е. будем слушать твои слова, все повеления, которые ты передашь нам от него. Быть может, будут новые заповеди. Не знаем. Никто не пообещал, что это конец, то, что получили сейчас на Синае, на этом всё кончается. Поэтому, если будут новые, то выслушаем. Таким образом, союз был заключён на следующий день после десяти речений, не в момент получения десяти речений на горе Синае, а после. Хотя, может быть, имеется в виду дополнительный союз, вдобавок к тому, что был заключён Насин во время получения десяти речений на Синае, и в тот же день Мушев зашёл на гору и остался там на сорок дней. Т.е. сорок дней пребывания в дальнейшем на Синае начинаются в тот самый день, когда было описанное видение, когда зашёл он на гору и остался там на сорок дней. Ведь ясно написано, и позвал он Мушев на седьмой день. Когда это был на седьмой день? Седьмой день месяца Сивана. Шестого была дана Тура. Седьмого позвал его, и сказано, и вошёл Мушев в облако. И был Мушев на горе Синае сорок дней и сорок ночей. Но это только после того, как он прочитал народу, высказал народу все законы, записал их в книгу, прочитал книгу, принесли жертвы, заключили союз, а после этого в облако на гору Синае на сорок дней. Говорит Рамбан, что, честно говоря, его спор с Рашей – это, в общем-то, повторение спора, который уже есть среди Танаим в сборнике преданий устной Торы в Мехильте, там уже есть спор по поводу того, когда произошли описываемые в этом отрывке события. Некоторые мудрецы говорят, что союз был заключён до дарования Торы, т.е. на пятый день месяца Сивана. Раши говорят на четвёртый, мудрецы говорят на пятый. И Синам Израиля было сказано, теперь вы связаны с союзом, а вот завтра приходите, союз мы уже заключили, а завтра приходите, уже получаете заповеди. Сейчас мы, в общем и целом, то, что называется, рамки мы уже заключили сейчас, а чем их наполнить – это уже завтра. Это первое мнение соответствует комментарию Раши. А Рабь Йозе Барьюда утверждал всё, что произошло в один день после дарования Торы, может, я пересказал заповеди народу, записал их в книгу Завета, как мы и объяснили. Т.е. мнение Рабь Йозе Барьюда, оно соответствует тому, что соответствует мнению Рамбана. Именно к его точке зрения следует прислушаться, потому что он объяснил верно. Дальше говорит Тора. «И взял Моше кровь жертв и бросил на народ и сказал, вот кровь союза, которую заключил с вами Бог обо всех этих словах. И взошли Моше Арон, Надав и Авию, семьдесят старейшин Израиля, и видели они Бога Израиля под его ногами нечто подобное кирпичу и сапфира, чистое, как небо». Как понять такие вещи? Понятно, что ничего не видели. Невозможно увидеть того, кто не обладает физическим телом. «То есть было здесь видение пророческое, но и пророческое видение, оно всегда ограничено способностью и возможностями человека его воспринимать. А то, что произошло здесь, говорит Раша, и видели они Бога Израиля, пристально всматривались, пытались проникнуть за мглу, то есть пытались постичь то, что им не положено постигать. Это то, что Тора здесь имеет в виду. В принципе, тем самым они уже заслужили себе наказание. Если ты лезешь туда, куда тебе негоже лезть, то это подлежит наказанию. Но Всевышний не стал наказывать их прямо здесь, потому что сейчас праздник получения Тора, не нужно его омрачать. А подождал, Надаву и Авию подождал до дня освящения Мишкана. Когда был Ханукат и Мишкан, когда уже сделали Мишкан, и в момент его освящения Надава и Авию написано, что они хотели принести свое собственное воскурение благовония, и тогда они погибли. Не только потому, что было неправильно тогда их поведение, но и с ними Всевышний рассчитался и за их поведение сейчас, во время получения Торы, во время вот этого самого видения. Старейшины тоже были наказаны, не сейчас, в дальнейшем. Когда написано в книге Бамидбар, и стал народ роптать, и вспыхнул среди, роптали на то, что нечего есть, и вспыхнул среди них огонь Бога. И испопелил он край, что имеется в виду, край, край не старей, имеется в виду, это и есть старейшины. В стане те самые старейшины, которые проведены еще здесь, на Синае. Что значит, что в видении пророческом они видели нечто подобное кирпичу из сапфира? Имеется в виду, что это за глыба сапфира, полудрагоценный камень в виде кирпича? Почему тогда в виде кирпича, если это сапфир? Можно было бы придать ему более эстетичную форму. Имеется здесь в виду, говорит Раши, что вот эта самая глыба была перед Всевышним все время про обращение евреев в Египте. Она напоминала, олицетворяла их страдания, то, как они, их страдания в их непосильном труде, работе по производству кирпичей. И дальше Тора говорит, и на знатных сынов Израиля не простер он руку, то есть, в принципе, они заслужили наказание, мог бы протянуть к ним руку и наказать, но этого не сделал. И видели они Бога и ели пили. А это что значит? И видели, ну, видели, мы сказали, не Бога они видели, видение они видели, пророческое видение. А что здесь добавляют еще и ели и пили? Раши. И видели они Бога и ели и пили. То есть, они старались увидеть то, что им не полагается, и причем относиться к этому без достаточного трепета и почтения. То есть, подобно тому, как человек наблюдает что-то, может жевать кусок хлеба, запивать это чашкой чашки, чашкой чая и рассматривать или почитывать что-то, ну, совершенно так спокойно относятся к этому, бестрепетно. Вот так вот они отнеслись к этому самому видению. Если бы чувствовали они трепет перед этим самым видением, раскрытием Всевышнего, то не стали бы есть и пить в ходе этого видения. То есть, было у них здесь такое уже отношение привычного и естественного там, где должен был быть на самом деле жуткий трепет. В этом был их проступок. То есть, Тора здесь высказывает критику в адрес надававиу и старейшим. Так толкует Медраш Танхума. Замечает Раши, но Ункелос перевел иначе. То есть, не видит здесь никакого проступка с их стороны, а наоборот, Тора здесь их восхваляет. То есть, они созерцали вот это вот видение славы Всевышнего. И было это для них такой радостью и настолько наполнило их духовным возвышением. И испытывали они такую радость, которую другой человек испытывает, когда он ест и пьет. Человек, который сидит за столом во время застолья, ест и пьет, ему хорошо. Для них это была вот такая радость от чисто духовного видения. Два комментария прямо противоположных. На самом деле, они вполне объяснимы. Раши, Раши же считает, что это видение было когда? Да. До того, как были даны заповеди в Синае. До того, как были даны заповеди в Синае, статус еврейского народа был Бней Ноах. Они были еще сынами Ноаха. Они еще не имели статус Ам-Исраэль народа Израиля. И законы, которые им поэтому, может, и озвучивает те, которые получены до сих пор. Семь заповедей сынов Ноаха. Ну и те, которые они получили в Море. И с ними заключается сейчас союз на основе вот этих законов, которые до сих пор были им даны. На этой основе можно идти дальше. Синайское откровение, получение десяти речений, это будет завтра. А сейчас, а сейчас это видение. Но поскольку они еще Бней Ноаха, поскольку они еще не стали народом Израиля, то это видение ограниченное. А попытка с одной стороны заглянуть как бы и увидеть то, что тебе не положено, постигнуть больше, чем ты можешь еще получить, она уже проблематична. А уж тем более ощущение того, что вот такого вот запонебратского, запонебратское такое вот отношение, в котором можно наблюдать это видение и есть, и пить, и никуда не годится. После получения Тора другой разговор. Но сейчас, как отношение жениха и невесты. Есть отношение до Хупы, а есть отношение после Хупы. Две большие разницы. По Ункилусу, Ункилус идет как Рамбан. То есть, все эти события, когда произошли после получения Торы. Кто они тогда уже были? Они уже были не Бней Ноаха, они уже народ Израиля. Это уже после Хупы. После Хупы страха трепета уже нет. Жених и невеста стесняются друг друга до Хупы. А после Хупы стеснение уже не ходит. Тогда уже можно есть и пить. Тогда уже это ничего не мешает. И тогда, наоборот, то, что говорится здесь, говорится это не критика в их адресах, а это, наоборот, похвала в их адресах. Что они, удостоившись и получив такое видение, они были настолько переполнены радостью, как другой человек, который на его уровне, как он радуется от хорошего застолья, когда сидят за столом, едят и пьют. Для них это было совершенно другого рода. Вот это спор Раши и Ункилуса здесь. Здесь мы, наверное, закончим, завершим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.